Как она называется? Это и гора. Скажу. Вот она, вот она. Приглашаем арбитра. Судья в ринге, рефери, Александр Зайчик-Кишинёв, заслуженный тренер Молдовы. Ему помогают в этом поединке Юрий Пащевский, Донецк. Владимир Самойленко, Харьков. И Олег Григорьев, Москва. А я представлю вам, дорогие друзья, еще одного спонсора наших соревнований. Южный региональный центр ЮГЭКО. Это и внешнеэкономическая ассоциация развития Донбасса. Решающий поединок. Думаю, что самый интересный. Два тяжеловеса, два боксера из Донецка. Мастер спорта международного класса Дмитрий Елисеев. Он в красном углу. Но я думаю, что будем их различать по шевелюрам. Дмитрий Елисеев темноволосый. Блондин. Его соперник Роман Ярушенко. Я думаю, что впредь надо организаторам все-таки обменять хотя бы цвет трусов. Итак, первый раунд. Слева сейчас Роман Ярушенко. Вот видите, как нам трудно с вами различать боксеров. Потому что, конечно, по цвету волос здесь очень трудно сделать. Ну, а если будет общий план, то, я думаю, то по боксеркам легче будет обращать вам соперников. Яртые, желтые боксерки у Романа Ярушенко. Ну, что же, я должен ее отгонять, что ли? Вот видите, как. Вот видите, как взорвался сейчас аноман Ярушенко. Вы уже обратили внимание, он боксирует в правосторонней стойке, он левша. Продолжение следует... Я думаю, что вас не удивляет, что боксеры ведут очень осторожный бой в первом, во всяком случае, раунде. Надо изучить друг друга, хотя я думаю, что они все-таки хорошо знакомы, но тем не менее, знаете, первый бой в таком ранге, в ранге профессионалов, и ведь в этой весовой категории один удар может закончить поединок. Итак, красный угол Дмитрий Елисеев, он из Макеевки, студент Донецкого политехнического института, мастер спорта международного класса. Дмитрий, ему 21 год, титулованный уже боксер, он победитель первенства мира среди юниоров в Гаване три года назад. Чемпион Советского Союза 1988 года, он победил на чемпионате в Ташкенте, призер Кубка Европы Федеративной Республики Германии и финалист чемпионата Советского Союза нынешнего года в Луцке. 189 боев провел Дмитрий Елисеев, 176 одержал победу. В его активе 23 победы в 26 международных встречах. Тренирует его заслуженный тренер Советского Союза Анатолий Коваленко, а первым тренером его был Вдовенко. Болельщики немного нарушили в конце нашего праздника порядок и ушли с трибун прямо к рингу, поближе, посмотреть на поединок тяжеловеса. Вот как раз то, о чем я вам говорил, когда в дворце спорта, то все сидят рядом с рингом, трибуны расположены близко, и все хорошо видно, все нюансы поединка. Ярушенко сейчас мог воспользоваться тем, что Дмитрий Елисеев был вблизи к канатам, и надо было продолжать атаку, теснить соперника, но очень, очень осторожно, очень внимательно следя друг за другом. Ярушенко хорошо передвигается по рингу, Елисеев его все время теснит, делает выпад прямой левой. Ну, обычно, знаете, вот в таких случаях левый, это как бы разведывательный удар, словно фехтовальный такой, пытается заставить раскрыться соперника. Но у тяжеловесов такой прямой удар левый, если он пробьет защиту, то он не только очки приносит, но и может существенно повлиять на ход поединка. Вот сейчас. Сейчас Роман Ярушенко был в выгодной позиции, выгодной. Соперник прижат в угол, а атаку он не продолжает. Елисеев пока в этом бою действует вторым номером. В основном атакует его соперник. Но сейчас пошел в атаку. Хорошая была атака, опять же не довел ее до конца. Это, кстати, беда многих наших боксеров. В синем углу Роман Ярушенко, Донецк. Мастер спорта, 10 лет занимается боксом. Он победитель молодежных игр Советского Союза прошлого года. Чемпион Украины, также 1989 года. Окончил индустриальный техникум. По специальности техник-автомобилист. 178 боев на его счету, 134 победы. Тренирует его, так же как и его соперника, заслуженный тренер Советского Союза, один из популярнейших наших тренеров, Анатолий Коваленко. Продолжение следует... Продолжение следует... Внешне, в общем-то, эти боксеры не похожи на тяжеловес, а скорее полутяжелый вес. Хорошо сложены, такие суховатые ребята. Пока не заметил я такого акцентированного, сильного удара у того и у другого. Ну, Елисеев, как бы находясь в обороне, он хорошо закрывается, голова его прекрасно закрыта, и он делает, будем так говорить, вылазки из своего окопа. Отдельные удары, и в основном вслед, когда Роман Ярушенко отступает назад. Ну, если говорить о таком внешнем рисунке поединка, то активнее, конечно, выглядит Роман Ярушенко. Ну, Ярушенко на год постарше, но, тем не менее, все-таки пересеивал побогаче опыт. Хорошие удары прямой левой у Елисеева с дальней дистанции, вот сейчас неплохая серия. Выиграть бой, но все время ведя поединок, так сказать, будучи вторым номером, будем так говорить, конечно, очень трудно. Ну, может быть, это своеобразная тактика Елисеева, выманить на себя соперника. Спасибо. 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 Не хватило, пожалуй, агрессивности Ярушенко. Еще остается, дорогие друзья, представить двух спонсоров наших соревнований чемпионата страны. Среди боксеров-профессионалов. Это Трест Укруглегеология, который проводит в различных областях промышленное бурение скважин. А также Главинформцентр Донецкого облсполкома, который проводит высококачественные работы в области информатики, информационных технологий. Четвертый раунд. Я думаю, что Елисееву уже пора брать бразды правления в свои руки. Ну, сейчас, пожалуй, имитировал какое-то движение. Вот чуть активнее, чуть активнее надо взять инициативу в свои руки. Ну, я не хочу этим сказать, что я болею за Дмитрия Елисеева. Просто я его лучше знаю, видел его на различных соревнованиях. И он мне как раз импонировал своей активной манерой действий. Здесь, вот сейчас хорошая атака, хорошая. И надо продолжать, продолжать. Тем более, что соперник отступает, надо оттеснить его к канатам. Внимательно следят боковые судьи за ходом встречи. Опытнейший арбитр, это Юрий Пащевский. В 26 лет он председатель Донецкой Федерации бокса. Сколько боксеров вышло из Донецкого клуба. Прославленные мастера из подклуба «Гонг», к которому тоже имеет отношение Юрий Пащевский. Это и Александр Ягубкин, и Владислав Засыпко, Александр Кальченко, Анатолий Климанов, Виктор Мирошниченко. Действительно, Донецк, столица Горняцкая, может гордиться своей школой бокса, великолепными мастерами, прекрасными тренерами. Но традиции надо продолжать, продолжать, растить новых мастеров. Вот, уже Виктор Акшонов отлично выступает на международном ринге, на всесоюзном, двукратный чемпион страны. Это уже боксер нового поколения. Вот, посмотрите, активизировался Роман Ярушенко. Дима, легче! Но все-таки бой достаточно осторожный. Где-то временами в отдельных раундах боксеры взрываются, то один, то другой. Позади еще один раунд. И вновь на ринге появляется очаровательная девушка. Она напоминает вам, что остается всего лишь два раунда. Поединок входит в завершающую фазу. Я надеюсь, что вы не удивляетесь, что оба боксера, которые, конечно, прекрасно знают друг друга, занимаются у одного тренера из одного города. Может быть, поэтому бой излишне осторожен. Так сказать, в отдельные секунды того или иного раунда взрывается то Дима Элисеев, то Роман Ярушенко. Но бой, думается, все-таки сейчас равный. И вот два последних решающих раунда. Я думаю, что Ярушенко мог бы поактивнее пользоваться своей левой рукой. Ведь всегда боксеру, ведущему поединок в обычной левосторонней стойке, ему трудно приноровиться против боксера левши. Но хотя, поскольку они занимаются с одного тренера, они знают друг друга и, конечно, изучили манеру друг друга. И все-таки в ходе боя левша имеет какое-то преимущество. Вы знаете, мне импонировала манера ведения боя наших тяжеловесов ну, недавнего прошлого Евгения Горсткова, Петра Заева, Александра Ягубкина, боксеров агрессивных. Но если Заев и Ягубкин, они, так сказать, в более такой острой манере ведение своей поединки, то Горстков, он, как правило, вел поединок на обыгрывание соперника. У него не было мощного акцентирования. Но вот сейчас Елисея, вот видите, взорвался, воспользовался тем, что соперник прижат канатом. Но скажу откровенно, что ведь большинство ударов пришлось в перчатки соперника. Роман Ярушенко имеет ведь, кроме того, что он левша, еще имеет небольшое преимущество. Он чуть выше ростом, подлиннее руки у него. Ему, наверное, легче боксировать все-таки со средней, дальней дистанцией. Дима, все время слева. Слева. Пошел уже взаимный обмен ударами. Я думаю, что оба боксера прекрасно понимают, что при таком раунном, в общем-то, поединке надо кому-то все-таки хотя бы в последние раунды. Вот сейчас Елисеев попал, вы знаете, попал. Попал, Александр Зайчик, рефери, мне думается, сейчас проглядел момент. Ну, может быть, и правильно было, потому что прозвучал гонг, а удар-то был точный, можно было и открывать счет. Так что, в какой-то мере Роман Ярушенко выручил гонг. последний, шестой раунд. Плотный толпой окружили болельщики ринг. Я уже говорил в начале репортажа, что Всесоюзная Ассоциация Боксеров, сокращенно ВАП, учреждена в прошлом году, летом, по решению Федерации Бокса. Она уже сейчас вышла на международную арену, проводится большая работа по разрешению контактов с международными профессиональными боксерскими объединениями. Она также включена в новую универсальную боксерскую ассоциацию УБА, которая планирует проведение интерноконтинентального боксерского турнира с участием советских боксеров Америки, Азии, Европы и Океании. В июле во Франции на конгрессе Европейского Боксерского Союза ВАП принято в его члены. Так что первые уже серьезные шаги наших боксеров на профессиональном ринге. Но а наш бой тяжеловесов Дмитрий Елисеева и Романа Ярушенко подходит к концу. Елисеев сейчас уходит в глухую защиту. Находится иногда среди болельщиков знаете такие крикуны, которые большие знатоки начинают подсказывать. Никак не могут понять, что боксер в этот момент ничего не слышит. Вот видите, как активизировались в последнем раунде. Рассечена бровь у Романа Ярушенко, но я думаю, что можно все-таки в последнем раунде разрешить боксеру. Минута 20 секунд остается Роман Доктор, сойдите туда. Приглашается доктор в угол ринга. Доктор сказал боксер. Ну хватит без комментариев. Развалил 30 секунд осталось. Все равно он селился. Солисты сидят. Ну сейчас решит врач. Время остается немного, обидно конечно, но ведь может быть и глубокое рассечение. есть специальный медицинский клей, который может заклеить во всяком случае хотя бы на время эту небольшую раму. наклейки конечно ничего не дают. Быстрее вы не помогайте. врач разрешает. Ну что? Нет? Да. Врач определил все-таки сильное рассечение у Романа Ярушенко. Ну и сейчас все равно будет подсчитано количество очков. и мы узнаем имя победителя. И мы узнаем имя победителя. погодж и продолжение программы чемпионата. Пожалуйста, сойдите с площадки Итак, дорогие друзья, победа присуждается Дмитрию Елисееву Это техническая победа по очкам Я хотел бы вам представить ту девушку, которая очаровательно сегодня ходила по очкам Я заканчиваю на этом нашу передачу о первом чемпионате Советского Союза среди боксеров, профессионалов Комментирую Георгий Саркисьянс Это был...